Что вдохновляет нас? Скорость. Непрерывное движение. Lexus RX преобразился вновь, опережая собственный успех. Обуздайте его сильный характер. Подробности в салоне Lexus Оренбург при поддержке ООО Toyota Motor. Непрерывное движение. Сомневаются, город готовится к пробкам. Закурить не найдется, как оренбуржцы восприняли новый антитабачный закон. Даже находясь в больнице, он все равно выйдет в туалет. Мнение курильщиков, не курильщиков и депутатов. Рыбный день на Реклинском водохранилище. Рыбаки выпустили на волю почти тонну мальков сазаной карпа. И реальные новости из виртуального мира, что попало в сеть, планируем узнать у Юлии Гафаровой. Итак, Оренбург готовится к пробкам. Предприниматели подсчитывают убытки. Глобальная реконструкция проспекта Победы началась. Пока главная городская транспорта Атерия открыта для автомобилей. Ее не спеша освобождают от бордюров и рекламных счетов. Несмотря на весьма умеренные темпы, дорожники обещают закончить все работы к первому сентября. Водители сомневаются. Так какие перспективы ждут проспект? И все ли ждут их с нетерпением? О грядущих радостях и временных бедах Победы? Екатерина Ксилева. Первый шаг к дополнительной четвертой полосе, призванной разгрузить главную городскую магистраль, сделан. Пусть не 15 мая, а лишь 1 июня. Демонтаж бортов от Степана Разина до Орска. Проспект освобождали от бордюров и рекламных счетов. В выходные дни рабочие смогли ужиться с автолюбителями. За ходом работ тщательно наблюдал специально созданный штаб. Авторы проекта еще раз напомнили, уже к первому сентября Победа станет шире на 3,5 метра. От этого должны выиграть и автолюбители, и пассажиры общественного транспорта. Мы уделяем внимание не только дороге именно самой, но и прилегающей инфраструктуре. То есть парковки для такси, парковки дополнительно для наших горожан. Будут отремонтированы все пешеходные дороги. Расширяем не только именно Просек Победы, но и часть улиц, которые прилегают к основной артерии транспортной. Мы увеличиваем заездные карманы на остановочных пунктах. В такие переменные готовы вложить 154 миллиона. На них надеются тысячи автомобилистов. Они же не представляют, как проживут все лето без главной городской артерии. Таксист с 15-летним стажем Евгений Бахметов уверен, уже завтра утром встретит оренбуржцев транспортным коллапсом. Встанет город в час пик особенно. На бензин будем работать в основном, заправлять автомобиль. Потому что расход резко увеличится. Стоять на месте по полчаса на каждом перекрестке. Но если Евгений, пусть и со сложностями, сможет продолжать работать, то сотни предпринимателей, чей бизнес находится в окрестностях проспекта, уже оказались на грани разорения. У Алика Адыева здесь семейный фруктово-овощной подряд. Каждый день по победе товар ему привозят фурами, вывозят газелями. Он говорит, по карману бьет день простое, что уж говорить о целом квартале. Чтобы возместить эту убытку за месячную убытку, надо 3-4 года работать, чтобы его отрабатывать. И такими подсчитывающими убытки улица переполнена. Ведь здесь почти в каждом доме есть место пусть маленькому, но бизнесу. Терпящим крах предпринимателям в мэрии предлагают немного потерпеть и обещают что-нибудь придумать. В любом случае строители даже строят, они же подвозят и щебень, и асфальт, и все остальное. Правильно, техника как-то подъезжает. Поэтому в любом случае какие-то будут, может, пропуска даже дойдем до этого, каким-то предприятием будем выдавать. Хору негодующих подпевают у жителей проспекта. Старожил улицы Наталья Алексеевна говорит, если проезжая часть станет ближе на полтора метра, транспорт будет сновать буквально под окнами. У нас будет очень все слышно, мы спать не будем. Тут останется нам сколько дороги-то всего. Будут по тротуару ездить. Три ряда ходите, пусть бы так ходили. Зачем нам это все нужно? В общем, пока оренбуржцы сетуют на насущные беды, победы в мэрии клятвенно обещают. Результат окупит все издержки, и материальные, и моральные. Нужно просто набраться терпения. Екатерина Киселева, Вадим Ичаев. Наше время. Вообще, изначально работы на проспекте Победы были запланированы еще на 15 мая, но сроки перенесли из затянувшихся торгов. С 1 июля движение обещают закрыть полностью, в том числе для общественного транспорта. Автобусы будут двигаться по улицам Одесской или Ушинской. На сайте городской администрации уже появилась схема объезда. Вот она. Правда, информация меняется ежедневно. Будем следить. Еще одна горячая тема недели. Ни огня, ни дыма. Для курильщиков настал час икс. Накануне вступил в силу федеральный антитабачный закон. Все последние дни его бурно обсуждали в разных городах страны. Оренбург не стал исключением. Так где уже нельзя, где еще можно и, главное, где будут курить на самом деле, выясняли наши всегда законопослушные Елена Кузнецова и Станислав Доминов. Закурить не найдется. Накануне вступил в силу самый строгий и домороченный антитабачный закон. Правда, дымовая зависть над городом пока не пала. Курильщикам дали три недели на адаптацию. За это время любители посмолить должны привыкнуть к новым правилам и найти свое место в обществе свободном от табака. Место это не слишком удобное. По сути, к 2014 году затянуться можно будет только в своем доме, своей машине или специальной курилке. Их, к слову, немного. Уже сейчас запрещено курить на работе в государственных, образовательных, спортивных и медицинских учреждениях, вокзалах и аэропортах, в транспорте, на детских площадках, пляжах и даже подъездах. А скоро смолить запретят даже в поездах дальнего следования и ресторанах. Почему? То есть, если человек курильщик, то его должны ущемлять в его правах. Владелец бара, курильщик и борец за права смолящих, как и все вменяемые люди, не спорят. Ограничения быть должны. Только, по его мнению, новый закон уж слишком жесткий. Он, по сути, требует либо терпеть, либо бросать. Причем перед выбором поставили две трети горожан. Закон будут нарушать в любом случае, потому что если человек курит, даже находясь в больнице, он все равно выйдет в туалет или выйдет куда-нибудь в коридор, откроет форточку и начнет курить. Я в реанимации даже просил, дайте, пожалуйста, закурить сигаретку. А там нельзя, ей не доверяют, и нельзя, там вообще ходить нельзя. Виктор смолил по две пачки 30 лет к ряду. И когда попал в комнату с белым потолком, считал дни до перевода в отделение. На пятый после инфаркта снова закурил. Для него не курить мука. Даже здесь курю, прячу, вот под матрас, все, прячу. Вку, сигареты от врачей. Ну, покуриваю немножко. В каждой больнице есть курилка. Она может быть цивилизованной, а может функционировать по мочеливому согласию больных и докторов. Но она есть. И как решить проблему теперь, медики не знают. От пациентов ожидают бунта. В некоторых клиниках даже беспощадного. Есть такие опасения, потому что мы у себя в больнице давно начали вот эти разъяснения. Но эти разъяснения приводят иногда к очень серьезной агрессии со стороны пациентов. Не просто к агрессии, а к очень серьезной. То есть были случаи, когда ударяли нашу санитарку. Впрочем, закон писан не для комфорта, а ради борьбы. По оценкам Минздрава, драконовские запреты могут сократить число курильщиков вдвое. Однако строгость закона вполне может компенсировать необязательность его исполнения. Хотя санкция за бунтарское курение очень жесткие. Сигарета будет стоить полторы тысячи. Конечно, если дело дойдет до штрафа. Насколько выполнимо, это, конечно, как с алкоголем. То есть боремся, боремся. Тем не менее, фактов собрано много, но продавать продолжают. И распивать также продолжают. Насколько суровым окажется закон, пока можно только гадать. Ну, уже есть опыт города Сочи. Там бороться с дымом начали еще несколько лет назад. И уже добились результатов. Каждый десятый курильщик распрощался с пачкой окончательно. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Ну, понятно, что сами любители посмолить однозначно против таких мер. Закон называют чуть ли не драконовским. Курящие активисты даже собирали подписи против принятия документа. В то время как табаконенавистники злорадствовали. Дескать, отравители воздуха наконец-то возьмут в ежовые рукавицы. Хотя, сможет ли новый закон приручить людей к новым правилам? Пока вопрос. Законодатели предлагают подождать. Я считаю, если будет запрет, если будет санкция за нарушение запрета, если будет желание общества себя оградить, то люди потихонечку к правилам привыкнут. Как привыкли, опять на примере автомобиля. Вот я специально еду, смотрю, в свое время возмущались. Да чего ради вы водите 500 рублей штраф за ремень? Да такие деньги неподъемные. Люди ездят, а сотрудники ГИБДД, медики говорят, в случае ДТП, сколько жизней сохранено, просто не сосчитать. Понимаете? Поворчали, грубо говоря, поматерились, поспорили. Но все-таки поняли, что государство в данном случае оказывает не медвежью услугу, а делает все правильно. Сейчас в Востоке области почти тонну рыбы выпустили в Иреклу рыбаки. На крупнейшем водохранилище региона прошла показательная акция. Мальки сазана и карпа были куплены на средства добровольцев. Так оренбургские рыбаки попытались обратить внимание общественности на проблемы Иреклинского моря. Из Новоушского района репортаж Екатерины Платоновой. Казалось бы, обычный выходной для любителей рыбной ловли. Только удочек никто не достает. Сюда, на берег Иреклы, рыбаков привлекла необычная акция. Месяц назад областная федерация рыболовного спорта начала сбор пожертвований на малька для выпуска в водохранилище. Общими усилиями накопили внушительную сумму – почти 200 тысяч рублей. Приняли участие больше сотни человек, то есть с помощью этих людей собрали данную сумму. Сегодня планируется порядка 200 человек участников. Основная, конечно, масса – это жители ближайших населенных пунктов. То есть это Орск, Новотроиц, Гай, Энергетик. Мы тоже небольшой дружной компанией из Оренбурга тоже приехали поддержать данную акцию. На звук тяжелого грузовика отзываются дружными аплодисментами. Это прибыл КамАЗ с долгожданным молодняком. Почти тонны рыбешек, более 15 тысяч голов сазана и карпа, готовы поселиться на постоянном месте жительства. Уже подрощенные мальки вызвали настоящий восторг у детей. Они пугливо дергивают руки от скользких плавников, но настойчиво пытаются их поймать, чтобы лично выпустить в холодную воду. У молодняка сазана и карпа самый высокий процент выжимаемости. Пройдет немного времени, и вся эта рыба из водохранилища попадет в Урал. Малек зеркального карпа уже через год подрастет и вполне себе сгодится на ужин. Однако у этой рыбы задача намного более важная, чем просто пополнить поголовье на Эриклинском водохранилище. Тонна малька – это капля в море. Проблем истощенных рыбных запасов она не решит. Цель акции куда дальновидней. Привлечь внимание к проблемам областных водоемов. Выезды на природу в наших краях уже давно перестали походить на приятный отдых. А когда приходят на реку, извините, видят браконьеров с сетями. И вот эту всю грязь, которую люди оставляют, тут уже не до рыбалки. Ну, берем с собой мешки, собираем эту грязь, естественно, чтобы очистить. Ну, а с браконьерами тоже боремся. А вместе решать проблемы будет куда проще. Об этом и говорят идейные вдохновители и организаторы акции. Задача нашей сегодняшней акции лежит в плоскости человеческого воспитания все-таки. Дать пример, показать внешнему миру, тем людям, которые не связаны с рыбалкой, не связаны с подводной охотой, показать, что мы способны не только брать, но мы можем еще и давать. Акция обещает продолжиться. Любое дело нужно не просто начать, но обязательно завершить. Ведь мало просто выпустить малька. Нужно еще и прогнать прожорливых чаек, которые мгновенно закружили над пока еще неокрепшей рыбешкой. Екатерина Платонова, Илья Схаялин. Наше время. Новоорский район. Я добавлю, что с каждым годом в результате просто неуемного аппетита браконьеров запасы водохранилища заметно скудеют. Об этом не раз говорил губернатор Юрий Берг. Прошлым летом он попросил навести порядок на рекле и активно пресекать браконьерство. После чего там начались масштабные рейды. Через несколько минут у нас на канале место встречи. В гостях у Михаила Белова. Сегодня руководитель уникального оренбургского предприятия Оренбург Скан-сервис, которое работает на крупнейших месторождениях России с депутатом городского совета, с президентом Федерации фигурного катания области Александром Кузнецовым. Как в Оренбурге возникло представительство крупнейшего шведского автоконцерна Скане? Как оренбуржцы смогли стать подрядчиками крупнейшего месторождения России? И откроется ли школа парного фигурного катания в Оренбурге? Подробнее об этом уже через несколько минут. Посмотрите. Сейчас время узнать, что на неделе обсуждали пользователи интернета, какие новости и темы стали лидерами по просмотру. Все знает наша вездесущая Юлия Гафарова. Юль, ну сообщение о задержании преступника Аманкулова, сбежавшего из суда, активизировало аудиторию, да? Да, Андрей, так и есть. Это, несомненно, одна из самых обсуждаемых тем в интернете. С нее и начнем наш обзор. Итак, особо опасный преступник больше не в розыске. Отыскать и задержать Руслана Аманкулова помогли сотрудники охраны предпринимателя Чернова. Никаких подробностей правоохранители пока не раскрывают. Между тем, пользователи интернета принялись высказывать свою точку зрения. Люди сами ловят преступников, а полиция где была? Интересно, кто теперь 5 миллионов получит? Эх, если бы такие силы были брошены на поиски маньяка Андреева. Тысячи просмотров, сотни комментариев. Интернет-сообщество бурно обсуждает гонки на выживание. Любители быстрой езды в Москве на огромной скорости протаранили несколько десятков автомобилей, стоящих в пробке. К счастью, обошлось без жертв. Спустя несколько дней видео буквально взорвало интернет. Многие призывают гонщиков к ответу. Но есть и те, кому ролик наоборот понравился. Красавцы. Пожизненное лишение прав нужно. Но водитель автомобиля отделался лишь штрафом. Между тем, в погоне за виртуальной популярностью лихачи идут на все. Периодически в интернете появляются и оренбургские видеоролики. Популярный в интернете хмурый кот может стать звездой Голливуда. Его хозяевам поступило предложение о съемках питомцев кино. Кот по кличке Тарт обрел славу благодаря постоянно недовольному выражению морды. На самом же деле, животное ласковое. Просто от рождения у него неправильный прикус. Это все новости из интернета, о которых мы успели рассказать. Что интересного попадет в сеть уже завтра. Обсудим следующее воскресенье. Представляю, Юлия, как вы сейчас порадовали любителей кошек и котов, которые, конечно же, есть среди наших зрителей. Спасибо, Юлия Гафаровой. А у нас еще новости, и тоже радостные. Попали в десятку. Сегодня в Москве прошел финал национального конкурса детской песни «Евровидение». Оренбург представляли сразу три участницы. Валерия Ярошенко, Ангелина Колесникова и Ульяна Кузнецова заняли, соответственно, четвертое, пятое и шестое места. Очень почетно и достойно. Победительницей стала жительница Казани Даяна Кириллова. Она и представит Россию на международном конкурсе в Киеве. Еще на детскую тему. Впервые в Оренбурге более полусотни молодых семей вышли на парад колясок. Необычное зрелище у «Поющего фонтана» устроила администрация Южного округа. Во время этого дефиле можно было увидеть сказочных героев и персонажей из мультфильмов. Все в исполнении малышей и их родителей. Ребенок у меня один зайчик, второй пират. И сделали такую поделку, коляску, как в виде избушки на курьих ножках. Нужно проявить смекалку, артистизм. Представить свою коляску, своего ребенка, как-то так необычно. День пациента в больнице имени Пирогова. Накануне обратиться за консультацией к врачам Оренбуржцы могли без предварительной записи. Не упустила возможности Ольга Патрушева. Тамара Белоногова нарадоваться не может, что попала на прием к гематологу. Говорит, в родной третьей поликлинике этого специалиста просто нет. Хотя свой диагноз скрывает, но дает понять, что без консультации ей в одиночку болезнь не победить. У нас была на Салмышской гематолог, но туда не попадешь. Этот гематолог был городской, а теперь сказали, у нас выучили человека, и у нас теперь будет наш доктор. Так что теперь Тамара Белоногова знает, куда обратиться. Есть и необходимый врач, и график приема. Проблему больных в этот день решали 250 узких специалистов. Основная наша цель сейчас привлечь внимание обслуживаемого нами населения, а это около 100 тысяч человек, к проблеме профилактики. Она как раз направлена на то, чтобы выявить на ранней стадии какие-то серьезные болезни. Имидж больницы, имидж врача, это именно доброжелательное отношение врача, доброжелательное отношение врача именно к пациенту, это является основным требованием современной медицины. Кроме консультации у врачей, пациенты могли обновить и свои страховые полюсы. Место проведения поликлиника номер два выбрано не случайно. Здесь лечат более 35 тысяч горожан, а больница постоянно развивается. Такой день открытых дверей – отличный способ, чтобы это показать всем желающим. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев, Наше время. Еще об одном событии – подарки талантливым и умелым. В Оренбурге завершился творческий конкурс «Сказки мира». Воспитанники детских садов представляли поделки на волшебную тематику. Ими любовался Юрий Мишенин. Вот это делал и цветочки. Матвей показывает результат своего труда. Поделка называется «Приключения Буратино». Над этой работой они всей семьей трудились не один день. Вышло здорово и познавательно. Буратино – это как ребенок, который на пути развить. Он вышел из отцовского дома и пошел по всему жизненному пути. Буратино, как и еще девять работ, стали победителями конкурса «Сказки мира». Все лучшие поделки отмечены подарками. Это мишки с олимпийской символикой. За подарками малыши выходят вместе с родителями. Ведь это награда за совместный труд, который, естественно, укрепляет семью. Чем больше они будут помогать в раннем возрасте, тем больше они будут оставлять его на нормальную творческую взрослую жизнь, тем больше будет проявлять свою творческую активность. Конкурс организовали депутаты группы «Округ». В нее входят Владимир Киданов, Евгений Демидов, Виктор Камнев, Артем Голобоков, Владимир Фетисов, Евгений Кулагин, Игорь Коровиковский и Валерий Чехирников. Это уже третий детский конкурс. Сначала были творческие состязания школьников, теперь вот соревнуются малыши. Ведь развивать тягу к прекрасному нужно с самых ранних лет. За рождение самого потенциала, потенциала возможности проявить себя во всех сферах, не только в спорте, не только в этом, но и в искусстве, это очень важно сегодня. Наши маленькие оренбуржцы, они получают вот именно, они развивают свою личность, они развивают свою духовность, участвуют в этом конкурсе. Это очень хорошо. Все пришедшие на праздник получили буклеты с изображением поддела конкурса значки и благодарности за участие. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Более 10 тысяч километров за 90 дней. Оренбуржец Александр Пономарев отправился в велопробег по маршруту Оренбург-Владивосток. Так, 26-летний спортсмен решил поучаствовать во всероссийской акции от экологической проблемы до ее решения в жизни. Во время поездки велосипедист планирует провести сбор средств в помощь детям, пострадавшим от неблагоприятных экологических факторов. У нас сейчас спортивный обзор, и я уступаю студию Сергея Пищенко. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте! За здоровый образ жизни в эти выходные в Оренбурге прошла выставка «Спорт, отдых, туризм» и состоялся большой спортивный праздник «Займись спортом, стань первым». Поучаствовать в массовой зарядке на площади перед СКК Оренбуржи смогли все сторонники активного образа жизни. Своё мастерство демонстрировали воспитанники детско-юнужских спортивных школ области и города. В показательных выступлениях участвовали баскетболисты, волейболисты, футболисты, хоккеисты, боксеры, дюдоисты, гимнасты, тяжелоатлеты. Кроме того, в рамках спортивного праздника состоялись мастер-классы ведущих игроков и тренеров по настольному теннису, волейболу, бильярду, сеанс одновременной игры в шахматы. На главной арене между тем развернулась выставка «Спорт, отдых, туризм». В этом году в ней решили поучаствовать порядка 80 организаций, предлагающих свои услуги как в туристической деятельности, так и в спортивном направлении. Свои экспозиции с наглядным пробным инвентарем продемонстрировали детско-юнужские спортивные школы, центр спортивной подготовки, училище Олимпийского резерва. Дублеры от основы не отстают. «Газовик-2» отпраздновал очередную викторию в первенстве страны по футболу среди команд третьей лиги. Матчи девятого тура в дивизионе «Приволжи» прошли накануне. Олимпийские резервисты принимали на своем поле в субботу дубль «Саратовской Волги» и в упорнейшем поединке сумели добыть необходимые три очка. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев поля. Победу «Газовику-2» на 68-й минуте принес Раэль Зарипов. Отметим, что этот успех стал для нашей молодежки четвертым в нынешнем чемпионате. И пока это все новости спорта. До встречи. Мобильная доступность. Оренбуржцы оценивают преимущества оператора сотовой связи «Ростелеком». Как раз на неделе прошло официальное открытие новых центров обслуживания клиентов на улицах Конституции и Родимцева. Самый первый центр обслуживания клиентов «Ростелеком. Мобильная связь» торжественно открылся пару недель назад в торговом комплексе «Гулливер». А на днях новые салоны появились и в Степном. На улице Родимцева остановочный павильон «Уют» и улице Конституции 22. Своих абонентов «Ростелеком» срезал конкурсами и подарками. Пока дети танцевали, взрослые становились абонентами оператора мобильной связи «Ростелеком». В честь открытия всех желающих подключали бесплатно. Подключился уже. Бесплатно. Девушку тоже подключили. Среди гостей праздника нашлись аренбуржцы, которые уже успели оценить преимущества мобильной связи «Ростелеком». В связи хорошая, тарифы дешевые. Нас устраивает полностью. Тарифы в «Ростелекоме» действительно привлекательные. Например, подключив тарифный план общения на равных, абонент сможет звонить и писать смс по единой стоимости всего за 60 копеек. Для тех же, кто привык говорить много, «Ростелеком» предлагает безлимитный тарифный план «Свобода общения». Абонентская плата 150 рублей в месяц. Я буду обязательно пользоваться и советую всем. И напоследок, самое приятное. В честь открытия «Ростелеком» мобильная связь разыграл главные призы – несколько мобильных телефонов и USB-модемы. Я как раз подумал о том, что мне на две симки нужен телефон. А здесь у меня три сразу. Это вообще здорово. Очень удобно, что открылся в степном «Ростелеком». Можно проходить, оплачивать любые виды услуг. Развивать мобильную связь в области «Ростелеком» будет и дальше. Для компании важно, чтобы современные услуги радовали аренбуржцев. Сейчас важная информация для жителей областного центра. Оренбургские тепловые сети сообщают, что в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, с 3 июня будет ограничено горячее водоснабжение в жилых домах. Вся информация по телефону 999-603. И напоследок землянам в очередной раз повезло. Гигантский астероид, который мог уничтожить планету, пролетел мимо. Все произошло сегодня ночью, когда Оренбург мирно спал. Небесное тело диаметром почти 3 километра приблизилось к Земле на расстоянии 5 миллионов километров, а затем отправилось дальше в космическое путешествие. О земных новостях первого дня рабочей недели расскажем завтра в 8 вечера в студии. Всегда яркая и неотразимая Ирина Шмидт. Вам удачи! Что вдохновляет нас? Скорость. Непрерывное движение. Lexus RX преобразился вновь, опережая собственный успех. Обуздайте его сильный характер. Подробности в салоне Lexus Оренбург при поддержке ООО Toyota Motor. Субтитры создавал DimaTorzok